504 еврика 504 евро в месяц это только за газ а еще свет пенсию ли муж говорит дождь лопанул вышли гулять с патриком вроде как солнышко было чуть-чуть но дождя не было и вот сразу буквально лопанул как выводить собачку на улицу грустно грустный праздник так хочется еще продолжение лета но видимо не судьба сад такой мокрый бедненький прямо осень холодная холодная осень копченый морской морской пюре картофельное это забыла снять салатик помидорка огурчик там укроп чесночок масло растительное вот такой вот салат вот как как свеколка и что там еще а перчик соль так что помидорка вкусно да вкусно вот а я забыла забыла снять вот такой вот ужин а в обед суп был из кабачка тоже очень вкусный моя даст твоя аджика со сметанкой вкусно вкусно вот вот а у меня скромно огурчик остатки и пюре картофельное все лучок там чесночок вон как вкусно забыла я что лучок зеленый укропчик вот еще одна десерт таблеточка забыла это у мужа а я свою таблеточку съела а что это за таблетка чего это от сахара от сахара у меня от давления это высокого у каждого свое доелся говорит вкусно и удивляется что я забыла сказать что масло душистое ароматное подсолнечное здесь тоже семечек я не издеваюсь и сказал что до блогера те еще тянуть и тянуть если все забываешь да да что в салатике забыла сразу для людей нужно полностью весь рецепт 1 в одно время они через пять минут огурчики почистила помидорка очень вкусная такая красивая он какие листики какие-то специальные салатные вот чесночок три зубчика и что тут еще а этот укроп зеленый лук ну лук не сам зеленый а вот эти вот кончики беленькие которые вот потом что там еще перчик перчик черный немножко соли очень-очень вкусно сочный салатик получился вот смотрите какой рассол там у него в общем тарелки пустые у мужа значит вкусно было сейчас кофе поставлю вот кофе такая слоеная это как называется слоечка такая до стрит очень вкусный новый обед кушали и вот сейчас это мужу салатик на завтра у меня еще остался на ужин сделала я на завтра капусту потушила свежую с белыми грибочками а сейчас будем пить кофе салатик убираю в холодильник чего ты там прочитал про учителей завтра 1 сентября кстати но по словам руководителя эстонского общества учителей родного языка к и сарапу план перехода всех местных школ на эстонский язык обучения нереалистичен для этого необходимо дополнительно как минимум 2000 учителей зарплаты не менее 2000 евро также она пишет что настоящий момент по информации языкового департамента на сегодняшний день в школах работает 2300 учителей не владеющих эстонским языком кроме того что эти 2000 не хватает на высшую категорию нет нет здесь именно если некоторые из них выучат государственный язык то даже по этим оценкам требуется менее не менее 2000 новых учителей короче говоря а недобор был и вот вся проблема до сих пор связи с полным переходом на эстоноязычное образование говорили о бюджете в 10-15 миллионов евро что как минимум в 10 раз меньше чем необходимо а сегодня утром новостях передавали что недобор на этот самый на отделение физмат по-моему говорили да что математическая мать по математике по математике там недобор и учителя старые разбегутся скоро и что мы будем делать а мы ничего не будем мы не едем у нас дети дети уже все научены так у нас у нас уже и внуки научены вот это волнуешься это молодежь у нас задумываться да как они как которые он тысяча человек сбежала учителей и не могут найти куда не сбежали до сих пор не вернулись когда перед болезнью началось это перетрубация ну понятно сейчас кстати опять говорят что осенью опять нас может быть даже из-за пруд опять по домам вот так ой беда в которых холодрыка будет газа нету света нету и будешь при свечах будем изучать азбуку если раньше президент призывала с фонариком окна подстоять но она то сейчас будем со свечой стоять она в поддержку друг друга призывала поддержку свечей тоже у тебя свечи есть а как а как же а как же сейчас я вам расскажу каком это году было но муж еще это работал это наверное лет в каком же это году то было я не помню давно когда конец света да говорили что будет конец света у меня еще внучка который исполняется через месяц девятнадцать лет младшая внучка ходила еще по моему в школу или в садику нет в школу наверное очень давно это было очень короче говоря сказали будет конец света муж запасся фонарики свечи спички печенье всякое печенье для патрика еды вермишель быстрого приготовления да если что на костре планировали что если что на костре около подъезда будем когда конец света будет вот я думаю что это сейчас все самое интересное я об этом не знала я об этом не знала что у него целый большой чемодан всего там запасы которые бог знает сколько в общем еще свечи до сих пор хранятся внучки уже вот девятнадцать будет и самое ничего не пропало самое интересное я мужу вечером говорю что не едь на шахту эстония на работу что я буду делать вдруг случится конец света как я тут одна буду что мы планировали как мы будем патрика одевать как сами будем чем одеваться ну в общем смех запугали нас так что мы в это поверили как и все остальные но на всякий случай на всякий случай да чтоб нас не застали врасплох муж уехал на работу и дочка мне звонит и говорит рано утром он уехал мам я не могу говорит сегодня у рената елка в этом самом в доме творчество ты год не можешь отвести ее я ее до в садике она еще была я ее из садика забрала повела на елку и только дорогой вспомнила что должен был быть конец света вот таким вот образом все и разрешилось а потом я увидела когда чемодан вот этих запасов мы так смеялись в рождество собирались у дочки так смеялись рассказывали что вот такой большой чемодан не надо ли им чего короче говоря не надо никого слушать надо жить своим умом как-то если всем сейчас сообщено что у тебя должен месячный запас быть дома как продуктов да спасатели да в новостях говорили начинаешь ой не слушать вот вот такие вот и не слушалки потом паника начинается когда дефицит какой-то у меня паники нет конечно у тебя чемодан был чемодан который муж приготовил сейчас у нас таких чемоданов нет но свечки еще остались у нас зато что вальчик есть подвальчик подвальчик ладно в подвальчике у нас там что есть огурцы помидоры варенье компотов нет правда зачем нам компот вот пожалуйста клюква будет клюква так это надо еще сделать ее уже продают никто не продает клюкву еще не дочка сказала что брусника и клюква это две разные ягоды а я не знала а что ж ты так а я не знала ты же мне сказал что брусника не продается а дочка открыла в поезде когда ехали объявления по городу вон говорит сколько брусники и недорого и кто тебе привезет три литра с доставкой на дом даже говорили то там три литра тебе будут привозить они там большую партию тогда давай пить кофе вот именно что же остыла кофе свои тут рассказы интересные как мы живем и выживаем вот именно выживаем да прекрасно выживаем все хорошо у нас ребята лучше всех кому я прислала что куб газа будет стоить 420 это в каком месяце месяц не указан написано ого придется вам режим экономии включить 420 куб газа будет стоить а у нас сколько средний но средняя за зиму 120 было 120 кубов это сколько там 500 чем-то до 500 наверное нормальная цена будем ходить в валенках в шубах шуба то и пригодится а то я тебе вчера столько что про это говорил что наконец-то шубу начнешь разносить а ты дубленку а патрик что патрика будем в две шкуры надевать какие шкуры себя снимать зимние 504 евро в месяц это только за газ а еще свет да еще свет еще охрана еще этот самый как его называется телефоны эти как их звать ютюбы и квартплата и что то что там еще что я забыла на хлеб солью останется я думаю только только на соль на хлеб уже не останется а вчера говорили нам не расстраивайтесь государство поможет будет оплачивать интересно каким образом вторую пенсию выдавать ну не сказали что в апреле у тебя на 100 евро вырастет у тебя а у тебя а у меня не знаю у у меня больше вообще честно говоря так резко похолодало это надо специально не знаю похолодало я говорил тебе закаляйся нет вот мы с патриком не мерзнем а ты уже в шубу шубу конечно я старенькая утром вставай и холодное обливание на улице с ведерка а чё ж вы с патриком бегом бежали домой а мы не мерзнем нет холодное обливать обливать не захотели у диана вон собака не хочет выходить на улицу сразу выходит и бегом обратно потому что даже хороший хозяин в такую погоду собаку не выгонит а ты нас вместе выгнала я хозяин ваш а кто же вы за огурцами пошли мы за огурцами да а почему же мы их не купили если мы за курсами не дошли вас дочь напугал я же видела как вы бегом бежали надо было снять вообще-то картину картина картина за окном да ух да еще будет ой 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 погода нас испытывает на прочность ну что это воскресенье была погода прекрасная жара радовались из понедельника холодина а сегодня я смотрела 8 градусов на градуснике хорошо хорошо да жить хорошо это чтоб мы не расслаблялись а хорошо еще лучше ну вот это нам не дают пока это нас пугают пугают расценками кстати это самое с сентября на нет с августа с 1 августа на воду подняли цену а с сентября на газ вот начинается начинается жизнь в европе спасибо что посмотрели видео спасибо если пишите пишите я очень рада особая благодарность тем кто пишет постоянно ставьте лайки вам же это не трудно а мне приятно чистого неба вам над головой и всем пока